Володя что приготовил кошкам, а что тут, кишочки от рыбы, полбаночки это. Дальше покормил все, а палли нету, и сейчас несется откуда-то с середины деревни. Там что-то свет на горит наверху, ну-ка. Это на русскую печь. О-о-о! О-о-о! Что ты делаешь? Карасям глаза тыщешь веревкой. Вот тебе не первая Карин, там седьмая глава. Вот сиди-си выбирай тут. Видал, что делает? Люди это делают куда, говорит, на закуску. Вчера мне один пишет. Привык пиво пить, говорит, сейчас у меня вес 150 килограмм. Дайте какую-нибудь молитву такую, чтобы постоянно повторять. И, может быть, избавлюсь. Не знаю. Карасием. Тогда не ко мне обращаться надо. Молитвыник. Главный молитвенник страны. Собирает молитвы, ездит по всей стране. Один бывший. Это карасики. Уже подсушенные, все теплые. Вот в таком виде, в теплом виде, можно подавать на стол. То-то что-то есть. А у вас пережарены, там еще плоти-то нету. Сегодня среда, здесь нельзя. Но это вот это, что если получится лучше, это все-таки тебе принадлежит. Я сегодня радостный вес получил, чтобы благодарить Бога, чтобы Бог услышал молитвы. И суд решил в его пользу дать ему пенсию. Работал, все доказано, пенсии нету. А он стране давал самое ценное, как считается, золото добычек. Ну я говорю, теперь что-то, давай отдыхать. Нет, продолжаю работать. Что-то там продолжают, не знаю. А ты отбрасываешь в сторону, это что, сухие уже? Да, это уже. А? Да, сухие. Ну если они не переварены, можно на стол подать. А остальные я даже брать не стал. Там еще нету. Только пыль одна, добавлять ее к кошкам, собакам зимой. Вот что. Сегодня сколько мы поймали? Полторы фляги. Фляга Гальяна и половина фляги. Половина. Эта фляга это 34 килограмма, ну и половина 17. Полцентера поймали за один заход. Полцентера. Все вместе вы нас собирали? Вот они нас собирали. А? Серемухи набрали еще? Втроем. 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 Ну и хорошо. Ты его приготовь отправить. Ты знаешь куда, болящему город. Да нет. Давай еще никто. Так куда? А что я, кончилась что-то? Что ты говоришь? А ты сама найди там. Малина у нас поспевает. И черемухи много. Ну ладно, пойду я. Вот завтра на стол подай вот эти вот, которые полусухие. Это я бы попробовал. Ладно. Ну ладно. Везде рыба. Рыба, рыба, рыба. Так это просто так. Рыба подсушена еще ее. Ее есть нельзя. Это сюда я сейчас поставлю. Ну так ты ставь на плиту ее. Вот так. Там эти жуков, я жоп, я ее убирал. Жуков колорадских потравили и сожгли. Пришел, пожалуйста, набрали еще ремухи. Все это в нашем, в наше. Все свое. Все. О, тут полное еще ведро. Порядься пойти это взрослым, это можно набрать не одну ведерко. Ну это надо прокрутить на мясорубке-то и сделать черемуховое варенье. А? Ну. Согласен, да? Куда я денусь-то? Ну что сделать? У нас банок хватает, сахар есть. Давай, попроси тут крутить. Только прикручивайте не на скотерку. Сейчас, мне надо... Поехал, посмотрел, Исааки работает, так опасно на высоте. Поехал сейчас к родителям, сказал, чтобы сняли его оттуда. Он такой, ну, молоденький совсем. Как бы еще ни было, по технике безопасности, очень опасно. Высота 4,5 метра. И такое дело. А то и больше теперь там с спермой. Может и 5 метров. Я залез, лестница дрожит, поехал к родителям. Скажите, везде суешься. Ну, пошел, поговорил, привез детей. Будь осторожен к ребенку, чтобы не прикасаться. Мальчики. Наедине с одним мальчиком нигде не оставаться. Так приклеивают, как вот Глебу Бразовскому. Я вот 45 лет начальник детского лагеря, сейчас 3. В мою адрес не было даже намека никогда. Не то, что там, а намека не было. Почему? Потому что тут другое. Жестокое обращение или жесткое. Перепутали все. И это не подтвердилось. А, на вас авторитет ваш работает. Ну, а я на свой авторитет полвека работал. Это надо высчитывать, наверное.